Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вон еще одна участница стоит с дверей С усами С хвостом Ну хорошо, будем начинать тогда, если уже все собрались Слышно хорошо ведь, да? Слышно нормально? Замечательно Да, проходите, проходите Чуть-чуть подождем, опаздывающе хочу Но в этой жизни, как известно, никуда опоздать нельзя Поэтому опаздывающих не бывает Невозможно Невозможно Можем начинать, да? У меня уже есть Да, еще чуть-чуть Нет, еще Да, хорошо Невозможно Невозможно Теперь Нужен под спинку подушечку какую-нибудь небольшую Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, если мы можем начинать, то начнём тогда... Если у кого-то есть вопросы, пусть они прозвучат. Ибо это полезно для всех, потому что осознание, которое приходит, как отклики, вследствие отклика на вопрос, ответ на вопрос. Осознание всё здесь этим полезно для всех. Поэтому... Да. Что значит «Готовый приходит»? Здесь нет какого-то потаённого смысла на самом деле. На поверхности семантики лежит ответ на этот вопрос. Дело в том, что несозревшее к пробуждению сознание, оно не может появиться в пространстве Света Вышей Милости для пробуждения. То есть оно может появиться, но даже полученный опыт будет забыт. Потому что не готовое сознание, то есть сознание спящее, глубоко спящее, оно и ещё очень очаровано сном. Очаровано адом, можно так сказать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Дело в том, что не прочувствованы ещё до конца, ну так сказать, в полной мере ещё не прочувствованы, в общем, все прелести этого пребывания. И поэтому не возникает готовности, то есть как бы словно эго, это то, с чем отождествляется сознание засыпая, оно не созрело ещё, когда, собственно, оно ещё увлечено собой, увлечено вот этим. Пребыванием в страданиях и не замечает вообще страдания как таковые. То есть он даже говорит, а я, мол, и не страдаю. То есть понятия о страданиях ещё вообще нет никакого. То есть есть страдания, они переживаются, но они словно ещё увлекают. То есть, ну вот, как тебе объяснить, то есть ещё некий, есть такой азарт у сна, интерес к этому сну. Вот. И поэтому эго, особенно ядовитое эго, которое ещё не наигралось в материальном мире, которое, так сказать, ещё сознание, которое спит, оно не готово пробудиться. Не готово пока, потому что не настрадалось ещё. Вот. И поэтому и говорится, что только готовый приходит, потому что сознание спящее, крепко спящее, оно ещё должно пройти вот это созревание. Созревание. Созревание личности, ну, души, скажем так, потому что в околодуховной среде обычно оперируются этим словом, называя, ну, то есть имея в виду индивидуальное сознание, по сути. Вот. И когда спрашивают, а что такое душа, или там есть же, ну, такое, такое высказывание, что душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь, и всё такое, да, то есть это там поэты ещё написали об этом. А что же, чем же она должна заниматься, спрашивают, что же, в чём труд её заключается? Страдание труд. Да, весь труд души заключён только лишь в том, чтобы наполнить тебя страданием. Просто до отказа. Просто до коликов, до просто до жара уже, до невозможности пребывать, до невозможности переживать страдания. Так вот, душа, или джива, или жива, в славянской традиции жива называется, она, собственно, и является, смертным мирянином, тот, кто умирает и рождается, ибо больше некому. И готовность мирянину, или дживе, или эго, или я-мысли, одно и то же всё. Готовность исчезнуть и есть созревание Личности. Созревание сознания, пробуждение. И тогда возникает вера. Вот. И укрепление веры, ну, ведать свет, известно. В самом слове есть расшифровка, раз, как бы разъяснение, что это такое. Как только вот это «я» начинает видеть свет, наступает момент к созреванию сознания пробудится. И тогда возникает готовый, который просто приходит, потому что не может по-другому. Потому что всё, ему деваться некуда уже. Он совсем уже знаком здесь, вот в этом балагане. Всё, его уже ничто не привлекает. Вот это и есть созревание. Созревание готового. И тогда готовый просто приходит. То есть он просто приходит к двери, откуда льётся свет. И всё, что остаётся ему, это зайти в эту дверь. И исчезнуть за этой дверью. Растворившись полностью. Исчезнув. Вот что такое готовый. Да. А как я бы очистить? Понимаешь, какая штука? Ты не можешь ничего очистить. Ничего не можешь очистить. Всё происходит само. Понимаешь? То есть нет того, кто может очищать или загрязнять. Понимаешь? Вот. Всё это происходит просто так, как происходит. И все вот эти загрязнения, которые возникают, они сами возникают. Они сами себя двигают. То есть это те самые движки, которые двигают сами. Тело двигают. Сами себя усиливают. Понимаешь? Имеется в виду самскары, те впечатления, васаны, которые и являются преградой. Преградой для раскрытия духа. Вот. Ничего очищать не нужно. Потому что готовый просто приходит. А тот, кто крепко спит, он должен выспаться. Как только он выспится, он сам пробудится. То есть он в нём возникнет готовый. Готовность возникнет. Эта готовность его приведёт сюда. Расскажите, пожалуйста, пробуду пары. Если ты остаёшься в паре, где как-то происходит ваш ум через вас. В чём вопрос? Путь пары, то есть, когда ты чувствуешь идёшь в связи с вместе, и как-то гармонично. Замечательно. А в чём вопрос? Путь пары, ну какая разница? Разницы нет никакой. То есть получается же всегда это идёт, что, скажем так, только быстрее, потом медленнее, просто быть в чёткости. Конечно, когда возникает смирение и служение, и осознание устремления к Вечному, то не возникает никаких проблем в паре или не в паре, понимаешь? То есть в паре спокойно можно двигаться к Познанию Единого, к Высшему вот этому Познанию, но которое нельзя назвать Познанием, потому что это Незнание. То есть движение к Незнанию, которое является Знанием. Ну, в общем, Вы поняли. Вот. Дело в том, что пары, которые, многие пары, которые создаются и встречаются, притягиваются, они в основном кармические. То есть они основаны на на личностных отношениях. Вот. Поэтому очень распространено это выражение. То есть люди не говорят, что нужно встретить пару для Познания Любви, а говорят, что нужно встретить для чего? Для отношений. И они происходят отношения. Всё ровно так, как они себе понимают это. Что такое отношения? Отношения в подлинной Любви никакого отношения не имеют. Вот. Потому что эго, ядовитое эго, оно всегда заряжено разрушительным потенциалом. То есть оно несёт в себе разрушительный потенциал. несёт в себе укрепление сна. Укрепление иллюзии того, что оно существует. потому что на самом деле этой структуры не существует в реальности. ибо это просто мысль. Просто некое представление о себе. Я впервые на таком мероприятии по счастливой случайности вчера с другом мы созвонились, и он сказал, что давай встретимся вот в таком месте. У меня серьёзное эндологическое заболевание, и в общем-то врачи как бы всё, что они могли сделать, на данный момент они сделали. Я понимаю, что необходимо движение какое-то нестандартное и ну выходящее из рамок медицины, да, стандартной. И в общем-то вопрос простой, с чего начать, куда двигаться, куда смотреть. Радикально сменить образ жизни. То есть взять рюкзак и пойти в горы, например. Выйти из привычного образа жизни. Первое. Второе. Должно измениться питание. Потому что онкологическое заболевание имеет грибковую природу. Об этом только врачам неизвестно. Ну ибо они врачи. врачи. Вот. То есть что должно произойти? Тело должно в теле должны повыситься вибрации. То есть низковибрационная среда. Кислая среда тела. Это та среда, в которой патогенная микрофлора чувствует себя замечательно. Она там размножается и так далее. И поэтому подобные заболевания очень быстро развиваются. Потому что не меняется в теле вот эта вибрационная составляющая. То есть низкие вибрации. То, что патогенную микрофлору устраивает. Вот. Но патогенная микрофлора, как известно, она не видит щелочного тела. Если тело станет щелочным, то есть просто щелочной баланс в теле наступит, то есть ощелачивание тела наступит, то патогенная микрофлора просто исчезнет. Потому что она перестанет видеть тело это. Она просто уйдет. Понятно? Это второе питание. Ну и конечно первые действия в таких случаях это срочное ощелачивание тела. То есть имеется в виду не через питание, а добавить еще. Но обычно рекомендуется такой как бы ну вот вычистить, чтобы знаешь прямо этим самым трактором там все. Рекомендуется щелочные щелочные капельницы. содовый содовый раствор есть содовый раствор для капельниц который можно найти. Прокапайте прямо в кровь и онкологическое заболевание уйдет. Оно на самом деле оно не сложнее насморка. Но почему-то многие больные не хотят этого понимать, не хотят этого осознавать. то есть уже как все заболевания не да. Но там еще это то, что вот первые такие реанимационные действия должны произойти для тела. А дальше конечно все искажения генетические которые это же кармическое заболевание такое то есть все кармические загрязнения которые могут вызвать рецидив. Понятно да? Вот они должны очиститься. Но эти очищения как раз вам и вот первым пунктом и назывались. Что нужно просто что поднять вибрации. Прямо сейчас это происходит здесь. За счет чего? За счет устранения ложного отождествления за счет устранения сна сознания за счет устранения ложного отождествления то есть вы отождествились с телом и думаете что вы тело вот и вот эта я мысль она во многих случаях является самым токсичным элементом для тела вот если вам понадобится еще консультация просто подойдите к мире мы потом поговорим об этом но в целом вот в принципе основные моменты сейчас были уже сказаны да просто не все могут это сразу воспринять и услышать потому что привычка ума отождествляться еще очень сильно то есть первое прикосновение к свету высшей милости которое происходит здесь прямо сейчас оно может моментально сработать то есть есть такие случаи когда просто моментально сразу прозревают и возносятся без слов просто попав сюда в поле в поле этого тела вот но в основном конечно привычки ума отождествляться с ложным да привычки привычка ко сну сознание но сон имеется ввиду в кавычках конечно это не тот сон который ночью тело переживает в отдыхе да привычка это сильно сон очень глубокий и ум наставил там ловушек столько что выбраться из них довольно сложно трудно поэтому должно пройти время какое-то то есть это такой процесс который происходит когда готовый приходит вот но вы многие приходят за исцелением многие приходят просто за исцелением не подозревая что здесь прямо здесь и сейчас даруется освобождение понимаете освобождение от страданий то есть кто-то хочет избавиться от страданий но не осознает что освобождение это избавление от всех страданий как раз смотри не едя не приходит естественным образом если если ты начинаешь условно практиковать испытывая тело на неедение да то уже говорилось об этом это все равно что растягивать пружину то есть ты пружину растянул но как только ты ее отпустишь они опять сожмется конечно конечно но пружина но пружина это для того чтобы она выпрямилась она должна сама размягчиться и тогда она сама выпрямляется понимаешь ее не нужно тянуть она просто сама расправляется конечно не еди не смотри оно не всегда дает вообще не всегда дает положительный эффект на самом деле вот в подобных случаях далеко не всегда потому что причины подобных проявлений кармических могут быть очень разные понимаешь это и ну там окисление тела да это и кармические это и генетически переданная карма и так далее да ну конечно конечно если ты имеешь ввиду просто вот как аскезу да то она конечно она предусмотрена и многими религиями рекомендуется и так далее вот но вы должны осознать одну простую вещь что нет больше аскезы нет другой никакой аскезы кроме затихания ума кроме содержания ума в тишине потому что от из этого все вытекает то есть все что создает какие-либо проблемы для тела да для личности для для жизни тело грубо говоря да они возникают из ума который неспокоен который просто больной сам по себе то есть лечить нужно ум очищать нужно возвращать его в первоначальное состояние разума разума просветленного ума тогда все встанет на свои места понимаешь почему происходят здесь происходят спонтанное исцеление более того не просто исцеление а многие получают новые тела то есть ну в прямом смысле новые тела с подростковыми характеристиками скажем так потому что исцеляется в первую очередь исцеляется ум ибо тело ум и оно не отдельно от мыслей или от ума как такового ума вопрос в среднем время как будто бы понималось не как тело само пытается то что ему нужно а как свое впечатление и возникает как будто такое ощущение в теле что уже ничего есть не хочется уже и живое питание как будто бы здесь, ты такой думаешь, но если хорошо, там какой-то откат, готовое питание, в теплоотработке, тоже какое-то ощущение прям тошноты возникает, и неедение тоже не возникает, и ты как будто бы, ну, опять, в отношениях страдания, вот, и ничего не понятно, потому что как будто бы есть тошник, и не есть не получается. Ну, смотри, если не есть невозможно, то кушает лёгкое что-то. Так оно лёгкое есть. Ну и всё. Оно есть, оно как будто бы… Ну, в общем, как оно… Невкусно. Ну, как впечатление, да, очень, типа, невкусно, но ты его ешь, и его как будто бы недостаточно, ты его ещё ешь, и оно вот такое – Миленька, если бы ты знала, как изменяется впечатление от вкусовых или какие-либо ещё от еды, ну, вот с этими великими духовными трансформациями, да, как это меняется, когда мясоеды не могут смотреть на мясо, когда привычная для них еда вдруг становится вообще неприемлемой. и это происходит естественным образом, без каких-либо усилий. – Ну, сейчас мясо не питается, сейчас проживание происходит до скидными, и ранее они питаются мясом. Ну, то есть, всё время какие-то запахи, что-то и готово происходит, не возникает ощущения, это есть, но какая-то старая привычка, типа, у них запаха, как бы реакция, всё равно реальически происходит, но питание не происходит. и ты вот, как бы, смотришь на всё, и это не хочется, и это не хочется. – Ну, и ладно, замечательно. – Ну, и есть, как-то не получается. Короче, теряй как будто бы пошли. – Тебя же никто не заставляет не есть, тело само знает, если ему нужно покушать, оно возьмёт и покушает, да, просто оно покушает что-то лёгкое, да, потому что тяжёлое не идёт уже. – Но лёгкое питание происходит уже на протяжении месяцев? – Да. Более того, даже питание может превратиться в жидкое питание, то есть просто соки фруктовые могут вполне заменить рацион питательный. Тело может перейти на соки и вполне себя замечательно чувствовать. – Какое? – Жидкое питание, то есть когда уже даже питание твёрдое, оно, скажем, не воспринимается тело. – Попытка, она тоже возникает? – Ну, как будто бы всё вот прям… – Так, ну и чего? А чего ты страдаешь-то? Зачем страдаешь? По поводу чего? – Рада бы вообще, ну не знаю, что там… – Ну, в общем, я не знаю, как объяснить, это вот прям… – Точнее ты смотришь на это всё? – Ну не смотри… – Ну не смотри, от чего… – Зачем ты смотришь на то, от чего тебе тошнит? – Ну куда же он не смотришь? – Ну ты ещё и ешь это… – А тогда не понятно, что есть… – Родненько, тело с этим разберётся легко… – Конечно, просто соки делаются, соки выжималки и всё… – А как поднять твоё предназначение, есть ли какие-то способы по поводу интуиции? Еще второй вопрос, если можно развивать интуицию? – Что делать? – Интуицию развивать. – Развивать интуицию. Ну, по поводу предназначения. Надо сказать, что… – Что это, конечно, заблуждение великое в том смысле… – По поводу того, что у тебя есть какое-то предназначение… – То есть это просто мысль… – Которая возникла над тем, что происходит… – То есть словно ум начинает искать вот эти как будто бы тенденции движения… – И не находя их… – Говорит, ну блин, надо же поискать предназначение… – Понимаешь? – А его нет… – Никакого предназначения нет… – Потому что всё просто происходит так, как происходит… – Ведь если ты внимательно присмотришься… – То ты заметишь, что… – Любое событие, оно сначала происходит… – А потом… – Присваивается или… – Начинает обдумываться… – Но оно сначала происходит… – Как будто бы… – Вернее, тебе кажется, что оно происходит, потому что… – Ты ещё даже не заглянула туда, где на самом деле как бы это происходило… – Дело в том, что… – Дело в том, что всё, что выходит на свет… – Ну, имеется в виду любое проявление… – Которое проявлено… – В свете творения… – Да? – Ну, любое действие… – Тело там, я не знаю… – Какие-то события, которые происходят… – Они уже произошли… – Только ты об этом ничего не знаешь условно… – Учёные даже… – Провели дважды… – Уже там, в семидесятых годах… – Ещё вот не так давно… – Провели… – Эксперименты… – Один и тот же эксперимент… – Они пытались тоже увидеть… – А когда и кто принимает решение… – Ну, по любому поводу… – Как это вообще происходит… – Были приглашены добровольцы… – Их было довольно много… – Они сели все за столики… – Им поставили кнопки… – Перед ними… – Ну, такие большие… – Чтобы не промахнуться… – И подключили датчики… – Ну, собственно… – К голове… – Чтобы снять… – Снять показания работы головного мозга… – Вот… – Они уже даже до этого дошли… – Вот… – И… – Дали задание… – Всем… – Добровольцам… – Как только… – Им сказали… – Как только вы… – Поняли… – Что принято решение… – Как только вы… – Приняли решение… – Нажмите кнопку… – Очень все просто… – И данные эти… – Собрали… – Они ужаснулись… – Понимаешь… – Ужаснулись… – Потому что весь их институт… – Надо было бы… – В случае… – Вот этого… – Эксперимента… – Просто распускать… – Вообще все институты… – Понимаешь… – Все… – Потому что было обнаружено… – Что… – Решение… – Которое было принято… – И… – Между этим… – Принятием решения… – Которое было принято… – Уже в мозгу… – Или где-то там… – Неизвестно где… – До нажатия кнопки… – Проходило… – До тридцати секунд… – Вот если… – Прямо сейчас… – Ты… – Просто… – Посмотришь… – Туда… – Где… – Где… – На самом деле… – Уже… – Все… – Происходило… – То ты увидишь… – Что там никого не было… – Никого нет… – Вообще… – Понятно? – То есть… – Через тридцать секунд… – Тело… – Констатирует… – Своими… – Рецепторами… – Констатирует… – Событие какое-то… – Эта констатация… – Над этой констатацией… – Еще надстраивается… – Один персонаж… – Который… – Присваивает… – Понимаешь… – Эту констатацию… – И он даже… – Не пытается… – Посмотреть… – Что… – На самом деле… – Событие… – Которое… – Ну как бы… – Является событием… – Оно уже случилось… – В тот момент… – Когда тело… – Его зафиксировало… – Поэтому скажи мне, пожалуйста… – Какое предназначение… – И… – Где ты его будешь искать… – Предназначение… – Кто ищет его… – Кому это надо… – Астрологи… – Астрологи… – Астрологи… – Астрологи… – Астрологи… – Ну… – Все уже произошло… – И там никого не было… – Ровным счетом… – Никого… – Все, что видится… – Лишь проявление… – Тех скрытых тенденций… – О которых вы ничего не знаете… – Назовите… – Назовите как хотите… – Судьба… – Я не знаю… – Что там… – Провидение… – И так далее… – То есть… – Все, что проявлено… – Это лишь… – Отражение света… – Которое вышло на свет… – Благодаря тем скрытым тенденциям… – Которые случаются сами по себе… – Спонтанно… – И тогда кто-нибудь скажет… – Ну как же… – Я же творец… – Я же творю это… – Все… – А есть ли там… – Этот Я… – Который говорит… – Что Он творец… – Есть ли Он? – Нет никого… – Понимаешь… – Никого… – Ни Я… – Ни Творца… – Вообще… – Нет… – 미안… – Нет… – Да… – Ибо Я творец, может сказать только персонаж. – Под�에 ti… Все творение кажется происходящим, ибо нет ни творения, ни разрушения, ни судьбы, ни свободы воли в реальности. Является в связи с вами в состоянии неопределенности в плане выбора, в пути и предназначения благоприятными обстоятельствами, когда окон, 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 сдачей. Поэтому человек, и в мире случится, может быть, практика, и, может, вот таким образом входит в состояние, в состояние неопределенности, и он не знает, куда себя, а это еще немного не относится. Человек находится в состоянии поиска, и поэтому ничего найти не может. Это отвлек то, что максимально благоприятно, а взять это не в возможности, потому что ум пытается зафиксироваться. Родненький, знаешь, что тебе на это ответится? Неблагоприятных обстоятельств нет вообще. Все реки текут в океан, понимаешь? Все происходит, все происходит или кажется происходящим. Только лишь для того, для осознавания, для осознавания Богом себя. Когда это происходит, это может произойти прямо сейчас с каждым из вас. Вы тут же увидите блаженство единого. блаженство единства неделимого. Вы тут же осознаете, что ничто никак не называется. что отдельности не существует. И благоприятные или неблагоприятные условия возникают лишь для сонного, спящего, ищущего. Понятно? Потому что нет никакого пути. Некуда идти. Бог не в храмах. Бог не в храмах. Ни на горе Кайласа. Или где там еще? Понимаешь? В каждом сердце. В каждом сердце ваше. Просто нужно... Просто созревание происходит, и готовый появляется, и сердце раскрывается во всю Вселенную. Но это происходит прямо сейчас. Ибо готовый просто приходит, понимаешь? Неготовый не приходит сюда. Неготовый вон там, они на улице. Что-то там кино снимают или еще что-то. Ну заняты еще, заняты, понимаешь? У них занятость. Это тот самый интерес? Да. Занятость у них. Нет. проиграется. Да нет никаких путей. Вообще нет. Понимаешь? Они все придуманы. То есть как только ты погрузился в сон, и тут же появился мирянин или ищущий, который ищет Бога. Понимаешь? Он ищет Бога. И он тут же создает эти пути, которых на самом деле не существует. А вообще все сотворенное существует статично? Нет. Творение – это движение, постоянное движение. Ну вот как если бы это было фрактальное движение. Такой пример, знаешь, визуальный, он хорошо показывает то, что происходит. То есть появляется рисунок, да, в этом фрактальном движении. Ты видишь его в моменте, и он движется все время. Ну, если вам понятнее объяснить, то, наверное, горы – это медленные волны. Ну да, есть такая, наверное, песня или выражение. То есть все движется. И масштаба нет никакого. Потому что так же, как тело исцеляется, которое приходит сюда, к Свету Высшей Милости, так же тело исцеляется. Так же Земля является телом. То есть все, все материки, все вот этот весь масштаб, который, так сказать, ну, можно развернуть на планету или как я там называю это. Вот. Ну, в общем, да, место обитания. То исцеление происходит на всех уровнях. Поэтому сейчас вот возникает поездка в Азию, потому что там такой регион очень опасный в этом смысле. То есть, скорее всего, скоро исчезнет там все. А там столько еще готовых, но неосознанных пока. Да. А тело, мысль здесь даже невозможно показать, потому что это истязает здесь. Это то, что есть только в твоей голове. Понимаешь? Больше нигде. И даже в твоей голове этого нет сейчас. Потому что тело исчезает, равно как и мир исчезает, равно как и мирянин исчезает вместе с миром. Когда все становится единым. Мастер, а что должно случиться с азиатским декилом? Исцеление, миленький, понимаешь, исцеление. Исцеление. Просто исцеление. Дело в том, что если вы даже посмотрите на материки, то это словно расколотый один большой материк. Ну как, словно перелом какой-то. Потому что если вы соберете их материки эти, сдвинете, и вы увидите, что они как пазлы соединяются в один материк. То есть как некая травма, которую пережила Земля. И эти процессы сейчас идут, то есть процессы исцеления Земли, восстановления цельного, то есть сращивания травмических последствий. Поэтому, когда там случилось так, что мы приехали на ретрит на Алтай тогда, если помнится, да, произошло землетрясение, потому что там началось двигаться все. Ну и не только там, в общем. От этого много людей пострадают во время этих всех стрясок и движений. Да, конечно, конечно. Ну, вы даже посмотрите по телам, которые по вашим телам, да, как они реагируют. Они болят, да, начинают двигаться костные, костные ткани начинают двигаться, все восстанавливается, выпрямляться даже, кости начинают и так далее, и так далее. То есть вы словно возвращаетесь в эти изначальные, чистые, не искаженные кармическими проявлениями, да, настройки. Тела возвращаются. Поэтому и говорится, что вот многие обретают просто новые тела. Здоровые, чистые, да. Мастер, кто выкладывает ваш путь? Кто или что? Те, которого нет? Выкладывает. Ну, откуда берется это тело, сидит на стуле и очищает пространство? Исходя из какого? Кто двигает, что двигает этим телом? Это тело находится в сложении, то есть вот это то, что просто обнаруживается, просто обнаруживается. Здесь нет того, кто бы двигал это тело к чему-то, для чего-то и так далее. Так происходит, потому что служение возникает само. То есть это было обнаружено, когда после восемнадцатого года, когда тело перебралось в Крым, было обнаружено просто, что это служение происходит. Никто не объявлял никаких сатсангов, это все началось и все спонтанно само развивается и происходит. Понимаешь, вот как это происходит. Но ты говоришь о том, что кто двигает, кто двигает. Вообще все происходит по воле Высшей Милости. Все происходит. Эта воля не называется волей. Понятно? Потому что воля — это какое-то изъявление, проявление какой-либо силы или какого-либо желания, грубо говоря. Но все, что кажется происходящим, оно происходит. Спонтанно. Спонтанно. Спонтанно, вне зависимости, что ты об этом думаешь. Потому что твое думание об этом или выводы какие-то, они не связаны с тем, что происходит. Ибо все, что происходит, всегда будет происходить, то есть будет казаться происходящим. Ибо свет сердца Бога падает на ум. И тенденции, которые скрыты, выходят на свет. И появляются формы. Но тот, кто видит свет, не видит формы. А тот, кто видит форму, не видит свет. Он видит лишь отражение. И он ослепляется этим отражением и принимает это отражение за реальность. Так происходит. Я хотела поделиться после времени вообще. Присутствующим. Вы сказали про то, что двигать кости. Начинают ли вообще происходить какие-то сильные изменения. После первой встречи у меня честь начала действительно двигаться. и очень жутко на поле. Ну, то есть я смотрела, сверху управляла внимание. Осознаю, что врачам не нужно. И оно начало прям, ну, звук мудрости все равно. То есть там процессы были какие-то какие-то. Удалило. Сразу перешло на нижнюю челюсть. Нижнюю челюсть начало просто двигаться. И я наблюдала, смотрела. И вот три дня, как все, успокоилось. Но очень скорость большая. И я благодарна твоим исцелениям. Потому что происходит. Это настоящий челюсть. Ну, замечательно. Замечательно, да. Это чудесно. Такие же изменения на уровне вот Земли происходят. Понимаешь? Только мне покажут какую-нибудь фотографию там какого-нибудь. Тайландского ретритного центра, например. И у них там, в общем, какие-нибудь начинают происходить. Вот подобные процессы. Понимаешь? Систему кондиционирования вырубается. Там еще чего-то. Мастер, что есть реальность? Что есть реальность? Это все, что есть. Прямо то, что сейчас происходит, это реально? То, что происходит, это нереально. Реальность статична, милый мой. Реальность – это недвижимость. Понятно? А то, что происходит, оно лишь кажется происходящим, потому что оно фиксируется только твоими органами чувств. Но те скрытые тенденции ума, которые не видны тебе, они уже все там произошли. Понимаешь? Но тебе видится то, что происходит. И ты говоришь, что это происходит, что это реальность или нереальность? Это нереальность, потому что это только дано тебе в ощущение. Я просто не знаю, реальность или нет. Конечно, не знаешь. Осознай, что такое реальность за пределами происходящего. То есть за пределами видимости, видимости творения. Потому что нет ни творения, ни разрушения, как известно, ни судьбы, ни свободной воли. Так вот, прямо сейчас просто посмотри, присмотрись. Мастер, расскажите, пожалуйста, про безусловную любовь, в другую очередь к себе. Разве нужно о ней рассказывать? Для осознания, пожалуйста. Давайте вопрос тогда какой-то. Потому что что о ней рассказывать? Как почувствовать? Когда сердце раскроется, ты не пропустишь это, понимаешь? Невозможно пропустить то, что ты называешь безусловной любовью. Невозможно. Безусловная любовь это и есть Бог. Это и есть Бог, понимаешь? Вот даже определяя это как что-то, невозможно это передать. безусловная любовь. Потому что то, что определяется как что-то, исчезнуть должно вообще. И тогда осознается безусловная любовь. Сама реальность и есть это безусловная любовь. Прямо сейчас посмотри, просто присмотрись. Не торопись делать выводы или начинать говорение. Нет другого. Нет того, кому направлена эта любовь. Нет того, кто любит. В любви подлинной нет слов. Разве нужно о ней говорить? Нет. 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 Прямо сейчас ты можешь осознать ее как себя. как все и как ничего. понимаешь, что в твоем вопросе есть слова, а слова это ложь. нет. Поэтому подлинная любовь там, где нет слов. Там, где нет кого-то вообще. там, где нет объекта и субъекта. любящего и любимого, там, где нет моего или твоего. там, где есть только любовь, которая словами не выражается. она может только быть собой, но не говорить о себе. Вы сказали, что мы почувствуем безусловную любовь, нужно раскрыть сердце. не нужно раскрыть сердце. Не говорилось, что нужно раскрыть сердце. Говорилось, что когда сердце раскроется, то ты не пропустишь. Да. Как происходит раскрыть сердце? Вот это уже ближе. Как происходит? Болезненный процесс. Да, конечно. Во многом это болезненный процесс, во многом. Ибо сердце не может распуститься только лишь потому, что оно заковано в лёд Личности. И когда свет Выше Милости падает и падает на этот лёд, то он начинает таять и трещать. И это болезненно. Но как только он растает, сердце тут же начинает распускаться, распускаться, как большущий цветок, который сливается, распускается во всю Вселенную. Как только тучки рассеются, солнце начинает светить в полную силу. Так же есть любовь. Так же. Если нет ничего, при этом это живёт, как просто наблюдать? Ты не можешь не наблюдать. Для этого не нужны никакие усилия. Восприятие само, восприятие, оно обнаруживается, когда внимание исчезает, растворяется в самом восприятии. Здесь прояснять ничего не надо, потому что Вам даётся именно этот опыт. Когда исчезает всё объектно-субъектное. Когда всё сливается в одно, никак не называясь ничем. Когда Вы сливаетесь со мной, растворяясь во мне полностью. Дайте совет, пожалуйста, как близкому человеку не дать вкладочку. Духом бороться с невзгодами, с болезнями, с чувствами. Духом бороться с невзгодами, с болезнями, с чувствами. Это будет происходить, как только Вы осознаете, что всё происходит по карме. То есть пока Вы не настрадались, готовый не возникнет. То есть осознаешь, что страдания происходят с близкими во благах? Конечно. Конечно. Страдания — это высшее благо, высшее благо. Высшее благо, толкающее сознание к пробуждению. Как не мешать своим сосредоточениям? Страдания — это желание, по-моему. Осознав, осознав, что всё происходит во благо, что всё происходит так, как происходит. Что карма может очиститься только светом. Потому что, когда карма очищается кармой, то возникает новая карма. Да. Ну вот включается тот момент, когда это добродетели, который как Вы знаете, наперёд, как помочь ситуации. Вот это включение сознания на карме? Конечно. Это продолжение сна, потому что так действует эго. То есть тот, кто гоняется за непросветлёнными, грубо говоря, да, действует эго. Просто вот именно почему уже на протяжении якобы всей жизни, которой ты проживаешь, это очень часто включается особенно в ситуации с родными, там, с семьёй, то есть как будто бы с детства такой, ну как бы, бравый, знаешь, лучше всех, как кому бить. Вот. И все, как бы, вот эту вот гордость, и что это внутреннее, да, они как будто бы с тобой поддерживают. Потому что вот можно же там на тебя узнать или к тебе обратиться. И вот это оно усилилось. И вчера увидел вот эта гордость. Основалась глубоко, и, ну как бы… Если нет запроса к тому, чтобы дать совет, нельзя давать советы никакие. То есть не давайте советов без запросов. Вот. А если вопрос, запрос все остается, а потом как будто бы, вот как бы колесо, которое раскручивается, и оно вот как бы начинает, и уже как будто бы уже запроса нет, уже такой. Да? А вот ты думаешь, что, ну, основала, как будто бы все видится, и что оно… Ну, это… Ты не можешь как будто бы видеть это страдание, но хоть и вспомогать. Смотри, вот самый ярчайший пример в истории человечества, в этом смысле, произошел… То есть это очень известная история. Целая религия выросла на этом. С Христом? Да, и со СССом Христом, конечно. Когда спрашивают, почему так произошло, да? Религия отвечает, что он пошел, чтобы принять на себя… Грехи человечества, да. Но по факту что произошло? Произошло вот то, о чем ты говоришь сейчас. То есть он пришел к неосознанным и стал их учить, указывать им на их эго. То есть говорят… Понимаешь? Выбрасывать их там столы или товары из мест, где они уже привычно собственно существовали, там торгуя, там что-то делая и так далее. Понимаешь? С чего он взял, что нужно так делать? Ведь на самом деле для глубоко осознанного сознания очевидно, что все всегда на своем месте. Все и всегда. Да, но тогда в этот момент получается, что когда это видится, и ты не включаешься в эти процессы, как наблюдатель, начинает с какой-то обратной стороны отыграть ситуацию, что ты какой-то ровный, вот ты раньше как бы пришел, помогал, а сейчас, ну что такое, пришла и лежишь, ну грубо говоря, такая вот как бы… Не вовлекайся. Дело в том, что любые проявления ума являются провокационными. Понимаешь? Вот в данном случае. То есть что-то, что происходит? Карма всегда ищет отработки этой кармы, да? И если кому-то что-то не нравится, это его искажение. Понимаешь? Вот кому-то не нравится, что ты лежишь. Это его искажение. Это не твоя проблема. Вот. И реагировать на это или вовлекаться, доказывать, что ты лежишь, потому что там и так далее. Вот. Это значит укреплять сон. Потому что просветление – это значит, что нет оправданий. И нет никаких проблем. Какая-то привычка – быть полезным. Полезным. Кому-то, зачем? Ты должен быть полезным. Ты стараешься быть полезным. Стараешься. Да, да, да. Смотри, вот когда это все происходит, или ты слышишь от кого-то это все, вот вспоминай сразу. На самом деле, вот этот эксперимент ученых, которые провели его, так сказать, для того, чтобы и самим, наверное, убедиться в том, что вообще, а что, они что-то делают разве? А вообще, кто-то что-то делает? Конечно, все это навязчивая мысль только лишь, не более того. Когда ты осознаешь, что ничего никто не делает, и все просто само происходит. глубоко осознаешь. Это очень достаточно трудная преодолимая иллюзия. Вот. Но это легко осознать, на самом деле. Очень легко осознать. Ибо все, что осознается глубоко, прямо здесь и сейчас, из реальности, из осознавания реальности, все видится в том виде, в котором оно существует, в том виде, в котором оно есть на самом деле. И это действительно осознается. Оно как знание уже, оно как основа становится внутри. Просто когда вот происходит такое засыпание вот это, оно как знание остается, ну вот это вот у, накидывает, накидывает, ты такой, как будто бы один сидишь, на тебя все накинулись, ты такой думаешь, ну как будто бы, не знаю, ты понимаешь, что ты не заблуждаешься. Но ты такое ощущение, что один где-то там и все на тебя такие. В общем, удивляет такое ощущение. Смотрите, вот как бы там ни было, да, все религии говорят об освобождении. Вот. Но почему-то не говорят о освобождении от чего. А это так просто. Это так просто, на самом деле. Потому что освобождение это и есть то самое высшее знание, которое есть незнание, любви, Бога, реальности. Назовите как хотите. то есть того, что одно только и есть. И конечно, когда говорят ночной кошмар, становится не страшным, если ты проснулся. Но если ночной кошмар, то вы должны понимать, что ночной кошмар сам проснуться не может. потому что он сон. И поэтому вам всегда говорится о том, что осознавайте этот глубочайший, трансцендентный опыт, опыт великого знания в незнании, любви, Бога, реальности, сознания, как хотите назовите. Ибо вам дается ваш опыт. Ибо вам дается ваш опыт. Ваш. То есть это ваш опыт. Ваш. Вам не рассказывается о нем. А прямо сейчас дается всем осознать то, куда ведут все дорожки, куда ведут все пути, когда-то как будто бы возникшие. Мастер, а как вы прокомментируете такую ситуацию, что после где-то полгода пребывания этого тела рядом с вашей телом, в этом теле фактически полностью исчезла мотивация, вообще шевелится. Шевелится. Просто даже двигается на вашей теле. Да, это процесс трансформационный. Трансформационный процесс. Дело в том, что мотивация была доселе, до сих пор, возникала только кармическими движками. Когда карма очищается, то тело должно прийти в абсолютной неподвижности. Так происходило с этим делом также. Это как-то стремно чуть-чуть маленький сказать. Стремно. Конечно. Кому? К тому, кто еще как будто бы кажется существующим. Понимаешь? Тот, кто боится, боится исчезнуть. Вот. Но тот, кто боится исчезнуть, ты должен осознать, что это всего лишь мысль. Всего лишь мысль. Как только ты прекратишь отождествлять себя с мыслью, наступит тот момент, с которого начнется освобождение. То есть оно прямо тут же произойдет. Конечно. Конечно. Почему так происходит? Потому что эти качели связаны еще с привычками ума отождествляться сложно. То есть не совсем еще пропали мотивации, значит. то есть неподвижность нулевая точка еще не случилась. Почему не случилось? Потому что еще есть какие-то привязанности, которые создают вот эти мотивации. Да, они ослабли, но они еще держат. Да. Вы сказали про землю, про чувствование как двигается, да? А про нашу часть с китами и дельфинами, может? С китами и дельфинами? С китами и дельфинами? Ну а что, что здесь можно, что ты имеешь в виду? Что там? Ну как с сознанием, как с миротелебидацией, как с, ну то есть если мы, люди, только идем к этому свету, то есть он у нас есть, но мы только вспоминаем, а они уже в этом находятся постоянно. Понимаешь, в чем дело, что ты-то тоже в этом находишься уже, уже находишься. То есть изначально ты пробуждена, потому что то, кем ты себя возомнила, это всего лишь мысли, которые возникли и создали сон. Понятно? Но солнце никуда не девалось, даже если оно затянуто облаками. Оно есть, понимаешь? Оно светит так же, никак не меньше. А по поводу китов и дельфинов, все связано со всем. Поэтому говорить о каких-то связях и рассматривать что-то как что-то, связь это как какую-то особую связь, просто не представляется возможным. Все связано со всем, милая. Был вопрос, как отличить истинное служение от тех проявлений, которые... Которые возникают из ума, да? Очень просто. Это служение происходит легко, это во-первых. И оно никогда, в нем нет никаких желаний. Понятно? Нет желаний служить. То есть это проявление естества сердечного, света. Как только появляется тот, кто хочет служить, это все ловушка. Ловушка для страдания. Потому что служение не будет происходить, оно не будет даваться, чистое, бескорыстное, понимаешь? А будет что возникать? Страдание. Я хочу служить людям. Кто-то говорит, я хочу служить людям. Или там кому-то, понимаешь? А кто-то сказал, вы хотите служить людям, идите и любите свою семью. Куда идти? Кому служить? Понятно? Служение всегда происходит рядом. Оно служение, чистое, подлинное служение, оно всегда рядом. За ним не нужно куда-то идти. И в нем нет никаких желаний корыстных. Потому что нет того, кто хочет чего-то себе. А есть чистое отдать, отдавание. Так и отличаешь, это и есть подлинное служение. И оно просто возникает. То есть его невозможно инициировать. Служить. Понимаешь? Кто-то тут тянул руку еще. Мира ты, да? Спрошу. Угу. А скажи, пожалуйста. А возможно ли созерцание, находясь… Созерцание, ты имеешь в виду от Бога созерцания, да? Да, конечно. Как? Ну как же невозможно? Это настолько естественно, естественный процесс. Это очень естественно. здесь не нужно говорить о том, что возможно это или нет. Это твоя природа. Прямо сейчас происходит созерцание. Созерцание Бога. Прямо сейчас. Со всеми происходит. А можно ли сказать, что с городами что-то не так? Может быть как-то это переход на какой-то этап или как-то улучшение? Может быть больше как-то зелень не будет. На земле, на небе, на земле. Ну смотри, вот все, о чем ты говоришь на самом деле, это проявления, возникшие вследствие той самой разрушительной потенции эго. То есть культ эго двигает разрушение, создает разрушение. Понимаешь? Это у него такая потенция. Вот. И природа таким образом разрушена. То есть все, что вы видите, это катано в бетон, не является экологичным для тела и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но нельзя сказать, что это не на своем месте, потому что всегда все на своем месте. всегда все на своем месте, потому что ад, он тоже расстраивается все время, знаешь. То есть он все время развивается, понимаешь? Пандернизируется. Да. Ну конечно. Откуда возьмется страдание, если этого не будет, понимаешь? как сознание пробудится, если оно уже заснуло? Если уже возник этот культ, возник в таком масштабе, что, знаешь, трудно пробудиться даже тому, кто прикоснулся к свету, окончательно пробудиться, окончательно освободиться. Почему пробуждение бывает? И только ли бывает? И только ли бывает? Да. Может пробуждение случиться раз и навсегда. Конечно. Но вероятность засыпания после даже первого опыта пробуждения, ну довольно велика. Довольно велика. Потому что колея, накатанная умом, она очень глубока. И привычка скатываться в ложное отождествление, она тоже сильная еще. То есть он как бы замыливает этот образ? Он забывает, конечно. Ну то есть происходит сон опять, засыпание в ложном, засыпание в мысли. И тогда реальность теряется. Равно теряется ровно так же, как у компьютерного игрока, который играет в компьютер, в компьютере. И в этой реальности, в которой он в компьютере существует, он теряет реальность абсолютно. то есть теряет осознавание там комнаты, где он находится и так далее. То есть он абсолютно погружен туда, в эту компьютерную игру. Пробудиться, осознать реальность, осознать реальность. Осознать больше ничего. То есть ничего делать не надо. Что может помочь вам? Есть устремленность? Да. Это по готовности дается. То есть по готовности дается. Вам всем здесь дается. Всем. Потому что здесь лишь готовый приходит. И готовый пришел для того, чтобы осознать истину, осознать реальность. Для того, чтобы пробудиться от сна. Что такое сон? Как отличить его от реальности? Если ты обнаруживаешь страдания, значит, сон продолжается. Здравствуйте. Можно тогда вопрос о том, что вообще? Боль нет, но если она ощущается, значит, какое сильное состояние происходит? Да. Дело в том, что она становится мыслью, то есть она распознается как мысль. Она тебя увлекает как мысль в это засыпание тогда. То есть ты попадаешься на провокацию ума через эту боль. Потому что у тебя есть представление о том, что это боль. в уме сидит такое, да. И оно, это представление сразу запускает вот этот механизм. Механизм, ну как бы сказать, определение этого проявления как боли. И тогда ты говоришь, это боль. Определяешь его как слово, то есть начинаешь его рассматривать как объект. Как только ты оторвешься от объекта, то есть твое сознание пробудится и будет в реальности все время. боль прекратится. Просто сейчас есть как будто бы есть боль, она такая пульсирующая и не успокаивается. То есть всегда, когда в пониматике происходило, не важно это медитация, это сам, всегда боль исчезала. Вот сейчас она вот, сколько находится, она вот, ну, как бы, не дает внимание очень забирает. Да. Возвращайся в реальность и боли исчезнет. Возвращайся в реальность. Да, миленькая. Ну и статуи, статуи. Почему вот тебе скучно в одном деле, а в другом ты и хочешь заниматься? Почему одним делом скучно заниматься, а другим нет, да? Потому что скрытые тенденции ума проявились таким образом. Создали некий вот этот импульс, который поддерживает интерес к чему-то большей, чему-то меньшей. Как только ты забудешь себя, как того, кто скучает, скука сразу уже разосеется. Понятно? Как только сама жизнь остается наедине с собой, она становится прекрасной. Что такое личность? Личность — это мысль. это то, чего не существует. Потому что в реальности, если вы прямо сейчас посмотрите, вы не увидите ни одной мысли, вы не обнаружите ни единой мысли, ибо в реальности мысли не существует. А значит и личность не существует. Личность — это источник сна, то есть это повод для засыпания. Это мысль. мысль, возникшая некое представление о себе, как о чем-то отдельном. То есть вся личность или все яды или представления основаны лишь на одной мысли — я отдельный. как оно возникает? Как ее обнаружить? Оно возникает... Знаешь как? Как тебе объяснить? Ну, когда тебя посадили в тюрьму, например, да? То есть начинают действовать законы тюрьмы. Понятно? То есть тебе объясняют, что там... там что-то, да? Здесь тоже что-то. И так называется. Понимаешь? Так же и тут. Так же и тут. Появляется тело в определенном пространстве, да? В пространстве культа. Культа этой мысли. Культа личности. И там, в этом пространстве, в этом сне существует вот эти принятые нормы. Ну, то есть нормы. И тебе всячески навязывают эти нормы. с самого раннего детства тебе говорят, ты отдельный. Тебя зовут так-то и так далее. И постепенно, 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 постепенно возникает личность. Вместе со всеми атрибутами, там, памятью, пространством, отдельностью своей, телом, миром и прочими артефактами. То есть мир для каждой личности свой? Конечно. Конечно. Он появляется вместе с я-мыслью, вместе с мирянином. Тут же прямо появляется. Как только появился мирянин, тут же появилась мысль. Тут же появился мир. То есть реальность исчезла. Детям легче осознаться, вернуться в реальность. Конечно. Но сказано же, что станьте как дети. И войдете в Царствие Небесное. Это об этом. То есть непосредственность восприятия, не обусловленная еще вот этой отдельностью, позволяет им пребывать в реальности. То есть здесь и сейчас это есть реальность? Да. Неоцененная никак? Конечно. Вот как только вы почувствуете, что вы заблудились, ну, например, да, что вы засыпаете или заснули, тут же просто сядьте и посмотрите вокруг, не двигая глазами. И скажите, ничто никак не называется. Обнаружьте это. И все. Да. Да. Еще раз, я впервые на каком-то мероприятии куча всего непонятного. Что-то более-менее понятно, что-то нет, но… Это нормально. Вот как о коммун заключении, да? Все находится на своих местах, все реки впадают в океан. можно ли… можно ли определить для себя, что по большому счету ты можешь ничего не делать, потому что все придет к одному. не искать вообще никаких выходов из каких-либо ситуаций, в которых ты оказался. То есть, вот ты оказался в такой ситуации, ты пытаешься найти из нее выход. Но, исходя из того, что я сегодня услышал, можно ничего не делать, потому что все равно ты окажешься в пиковой точке, скажем так. И вот девушка говорила про боль. Я вынужден через каждые там 8 всегда по-разному часов принимать обезболивающие. Есть ли какие-то вот такие практически базовые советы, которые помогут либо увеличить срок без приема обезболивающих препаратов, и там дыхательные практики, еще что-то. Вот с чего начать? Какие-то базовые вещи. Да, уже говорилось же об этом тоже. То есть, с чего начать? Устранить причину боли. Пока ты не можешь еще не вовлечься в эту мысль, пока твое сознание еще не пробуждено и не может удержаться в реальности, в чистоте Божественного присутствия, где не существует боли, будет происходить вот это. Поэтому первый ответ на вопрос там, в общем, актуален будет для этого ответа. А по поводу ничего не делать, так никто ничего и не делает. Это по факту, это по факту так. Потому что я же это сделал для того, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. Нет, смотри, ты присвоил только то, что происходило. И решил, что это ты делаешь. Но еще раз говорю, что то, что происходило, оно уже случилось до того, как ты решил, что ты что-то делаешь. Отсюда и вывод, что, может быть, не стоит ничего делать, потому что оно будет так, как правильно. Все правильно. Как только исчезнет делатель, вот именно, что исчезнет делатель, то есть прекратится делание, прекратится надстройка над тем, что происходит. Будет позволение всему происходить так, как оно происходит. Безоценочно, без выводов каких-то, без присвоения того, что происходит. Как только ты исчезнешь, как кто-то, как мысль, все произойдет, и боль исчезнет. Понимаешь? И освобождение случится. То есть можно лечь звездой и ничего не делать? Попробуй. Получится? Сомнительно, правда? Может, вероятнее всего, скучно. Кстати, кто-то на воду не одинок ли про больше всего? Сейчас. Да, 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 да. Попробуй. Я пропустил, чтобы я не услышал. Так, Вау, ну, к этому же вопросу с чата. Не одинок ли про больше всего? Нет, не одинок и очень счастлив. Имеет троих детишек. Прекрасный. Нет, это не к вам. А, я, я думал, к вам. Вопросы с чата селятся. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Вы понимаете, невозможно говорить об одиночестве, потому что нет одиночества человеческого. А Бог, он обречен на наслаждение одиночеством. Осознайте это. То есть человек не сможет не насладиться одиночеством? Насладиться одиночеством. Для человека возникает одиночество как страдание. Потому что он отдельный. И потому что эго всегда хочет чего-то себе. А если у него, у эго чего-то нет, ну, например, там, пары, компании, еще чего-то, оно страдает. И оно чувствует себя одиноким. И тогда одиночество превращается в страдание. Вот. Ну, когда вы осознаете, что здесь никого нет, кроме тебя. Одного. И ты здесь один. То одиночество исчезнет как предмет рассмотрения его в качестве страдания. Исчезнет как страдание. Ибо Бог наслаждается одиночеством. Врач, я не перебила Ваш вопрос. Мастер, он вернулся к вопросу о том, что тело, если ляжет звездой, то мастер будет заложить. Вообще нет никаких запретов. Нет. Пожалуйста, если возникает лезть звездой, лягте звездой. Лягте звездой. Только, ну, сможете ли пролежать долго? Сможет ваше тело или нет? Вот вопрос. Сможете ли Вы ничего не делать? Все равно тело встанет и пойдет и будет делать что-то. Да, но вопрос только в том, продолжите ли Вы присваивать то, что будет делать. Нет. Нет. А из наблюдений, можно ли ты тоже к этому вопросу, что когда ложишься звездой, вот ты вот лежишь, и вот медитируешь, созерцаешь, в какой-то момент возникают мысли, они уводят твое внимание, ты возвращаешь, и вот это вот начинается вот эта игра возвращения мыслей, и все. В какой-то момент как будто тело уже такое не выдерживает этого умственного какого-то перегруза, и просто начинает чем-то себя занимать и увлекать вас как бы в какие-то действия. Тело начинает действовать. Так ведь? Да, но почему? Такова природа тела, оно всегда действует. Тело всегда действует. Ощущается как будто бы от избегания вот этого мыслительного процесса, потому что ты вроде бы как-то распространяешься. Ну это такое ощущение, что словно избегание, на самом деле просто возникает дискомфорт для тела, отдумание, потому что обнаруживается страдание. А когда уже ты в осознанности хоть в какой-то более-менее находишься, то это начинает причинять боль. Понимаешь? И тогда, конечно, тело встает и делает что-то, а когда оно делает что-то, то оно всегда в моменте не возникает думания никакого. Если долго лежать звездой, можно стать звездой? Вопрос только лишь в том, чтобы нужно ли тебе вообще кем-то становиться. Звездой, да. Звездой, да. Звездой, да. Понимаешь? То есть ты решил, что ты звезда. Но это только твое решение. Да, но мы уже иного, и сон продолжает. Конечно. Почему не происходит окончательного освобождения этого по уже мотивам сегодняшнего сальцанга? Из-за того, что личность боится или из-за того, что остаются привязанности? Конечно, привязанности остаются. Личность боится, это как следствие. Следствие потерять эти привязанности. Понимаешь? А привязанности остаются из-за неосознанности, из-за того, что ты не осознаешь, что эти привязанности, они не твои. То есть они не принадлежат тебе. То есть то, что ты привязал к себе, оно тобой владеет, словно понимаешь, не ты им владеешь, оно тобой. И тогда возникает вот эта вот невозможность, словно освободиться от этих привязанностей. Да, потому что ты отождествляешься с личностью, которая держится за что-то. За что-то. За привычные какие-то моменты. Да, там привязанности к человеку, или там к животному, или еще к чему-то. К месту, или к работе, или там к деньгам, и так далее. Да. Вот. Да, и эти привязанности тебе не дают освободиться. Потому что как только возникает привязанность, то это объектно-субъектное восприятие. То есть есть ты, и есть то, что ты имеешь. Понимаешь? Вот. Но не тебя, нет. Не того, что ты имеешь, тоже нет. Ну, то есть в том смысле, что нет собственности этой. А если есть ощущение, что больше нет привязанности? Ну, как бы, ну, если остается там боль и так далее, ну, то есть освобождение не происходит. Да. Понимаешь, какая штука? Смотри, ощущение то, что ты сейчас говоришь, что нет словно бы привязанностей, оно истинное, истинное ощущение может только лишь быть в обнаружении этого. В обнаружении того, что какая-то привязка, она раз и ушла. В обнаружении этого. То есть как только ты пытаешься ощутить, что словно ты не привязана ни к чему, ты не будешь замечать этих привязанностей, будет возникать только лишь мысль, что ты словно не привязана ни к чему. Понимаешь? А можно обнаружить привязанность только когда она отваливается. Потому что она так скрыта, эта привязанность, и тебе не видна. То есть пока она сидит, её не может, нельзя рассмотреть? Её нельзя рассмотреть. Да. Почему в ретритах так часто обнаруживается у участников привязки, да, то есть у неё как будто сыпется, да, но ты даже наблюдается из вопроса. То есть первые сатанки, они такие неконкретные, будем сказать, вопросы, да, а потом вдруг посыпались какие-то конкретные вопросы с... Потому что начинается очищение, начинается очищение ума. То есть многие вначале, там, после первого сатанки начинают говорить, ой, а почему? Почему, говорит, словно вот с друзьями как-то отдалился там от друзей или ещё, что такое? То есть начинают вот это ощущать, ощущать, что привязанности вот эти вот начинают ослабевать. И тогда обнаруживается это вот так же, как, да, обнаружилось у многих, ну, как бы то, что привязанность эта исчезает. То есть она словно ослабевает, и тогда личность не может это объяснить, а что же это такое, почему? То есть словно она начинает говорить, ага, значит, я становлюсь овощем, я становлюсь никому неинтересным и так далее. Понятно? Вот. А это всего лишь трансформационный процесс. То есть процесс очищения ума от привязанностей. Как только все привязанности отвалятся, как только все кандалы сбросишь, сбросятся они. Ну, то есть будут обнаружены. А это можно обнаружить только сидя. То есть сидишь, да, и не вовлекаешься. Да, и не вовлекаешься, ну, конечно. Да, и не вовлекаешься. И в этом невовлечении ты начинаешь наблюдать, как они отваливаются. И только тогда, когда они отвалились, возникает вот эта чистота, которая начинает, то есть пузырек начинает подниматься. Потому что он легкий уже, все. Он уже ничего не держит. То есть сила, которая начинает поднимать, она уже неизбежно его поднимет. А пузырек, он поднимается наверх и исчезает. Сливается с небом. Так и тут исчезнет тот, кто считает себя кем-то. Тот, кто должен исчезнуть. Понятно? Почему так страшно? А, конечно, страшно. Потому что привычка ума отождествляться с этой мыслью, ну, сильна. Она сильна. Она сильна. Она сильна. Это привычка. А зачем тогда люди вообще на земле? Зачем, 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 зачем. К вашему вопросу можно как раз ответить? Давай, давай. Давай, давай, давай. Присните, пожалуйста, что действий на самом деле нет. Как это? Ну, во-первых, нет действующего. То есть тот, кто констатирует, что он действует, его не существует. Потому что он является просто продуктом ума, то есть выдумкой. Просто мыслью, просто представлением о себе. Ибо как только он исчезнет в этом осознавании прямо сейчас, вы осознаете, что нет его. Просто он исчез. И вы увидите сразу, что все само просто происходит. Без этого делателя. То есть если забыть, что я там кто-то? Конечно. Увидится, что это просто происходит? То сразу увидится, что все просто происходит. Потому что, ну, в конце концов, волосы сами растут. Никто их не выращивает. Понимаете? Я не расту. Ну, или выпадают. Или выпадают. Сами же выпадают. и так во всем и так во всем то есть все что кажется происходящим на самом деле просто кажется происходящим но даже если говорить о том что это происходит то это тоже заблуждение понимаете это тоже заблуждение потому что то что кажется происходящим всего лишь миражеобразное видение происходящее в сознании как бы происходящее то есть вот всем же известно да когда воображение начинает где-то гулять и там возникает что-то так ведь да что-то возникает начинает что-то возникать возникает возникает движется куда-то что-то там происходит как будто бы это же воображение так и тут то есть на самом деле ты его нет так и тут мне понравилась идея того что личности но все что происходит то что мы пожелаем это получается изначально лишь потенциал на то есть этого не происходит этих вот пока внимание не начинает проявлять и покуда мы уже находимся в этом да опыте то есть мы уже это проявляет но непонятно внимание этим потенциалом как бы поймана или мы изначально видим этот потенциал идем этот опыт потому что как бы нам этот потенциал нравится проявляем потому что нам нравится или ну или потому что мы как бы да 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 именно так заставили так произошло до заставили заставили тебя поверить в то что ты отдельный вот что произошло а потенциал этот как потенциал возникает только то же тоже только в твоем уме он какой-то смысле он заранее продуманный или это всего лишь один из потенциалов и мы вот именно в этот потенциал пошли считаю каким-то грандиозным на самом деле да что-то генерируется случайно именно так именно так то есть все чему ты придаешь значение становится миром то есть а придает значение чему-то только мирянин а реальность к этому словно вообще не имеет никакого отношения потому что это твое воображение то есть видение реальность она вообще никакого потенциала не дает она ничего не дает она просто есть как то единое что есть вообще то есть в нем происходит то что тебе кажется происходящим или потенциалом этот потенциал кажущийся в этом все дело очень просто все проще некуда понимаешь истина проста настолько вот насколько невозможно больше упростить так и андрей да спрашивал про это можно я по поводу родителей спрошу своих пожилых мы волнуются они под 80 лет они всегда мечтали жить у моря вот и вот по старости лет хотят продать квартиру в казарине купить в Крыму смотрите что что происходит на самом деле вот это тело находится в Крыму да и многие говорят мы не по не можем там поехать это едут на ретрит не смотря ни на какие свои представления или вовлечения более того из спокойных регионов приезжают для того чтобы получить защиту поселяются рядом и живут где в Крыму вообще не важно ничего об этом не известно понимаешь вот реальности об этом ничего не известно по поводу того что ты говоришь понимаешь какая штука вот не зря было сказано о том что патогенная микрофлора не видит щелочного тела то есть реальность это другое измерение милая совсем параллельное то есть оно другое но не касается сна поэтому и говорится что вот находятся такие которые из спокойных регионов приезжают в Крым поселяются рядом и живут и живут рядом счастливо под защитой потому что благословение света высшей милости оно настолько сильно что ни с кем ничего не произойдет никаких перипетий связанных со страхами которые их беспокоят по карме по карме а благословение как раз очищает эту карму вот о чем говорится пока карма очищается кажется что происходит благословение не распространяется оно вот этих вот с уцами с какими с кошкой конечно распространяется но происходит же что-то ну конечно происходит но вот кошка например которая год как так сказать находится рядом ну веганом стала например вот пожалуйста да произошло тогда и все но когда ее привезли сразу невозможно было чтобы она сразу перешла прошло время и она легко все она веган сыроед что нет есть питание специальное которое сделано сыроедное да не возникает даже дружить с мужами мышей пока еще не встретилась да ну еще вопрос ну уже не раз говорю что в поле тела мастера все это все милости он отвечает он помогает быть в реальности максимально легко просто ну в общем это все просто происходит и тело мастера как бы несло в Крыму из Крыма в якобы в Москву да из Москвы там в Азию и периодически и говорите и иногда обращается как будто бы ну вот из кремнии которые там в Крыму как-то есть с ребятами кто-то тоже часто посещал ретриты из Сатсанг что возникла какая-то вот грусть вот мастеру сейчас я рядом нет возможности быть рядом но всегда радость и из-за других у кого есть такая возможность великая половина Крыма едет да да едет и туда же вопрос в том что вот этот грусть который якобы разникает вот как тоска по Богу я присоединяюсь вторая половина грусти да как тоска по Богу вот как у кого-то нет возможности пребывать в поле тела мастера никакой связи не теряется потому что происходят утренние медитации совместные постоянные не прерывается этот процесс вообще вот потом поездка это тоже она не навсегда вот в конце концов тело вернется на то место где где закладывается ашрам вот и все будет происходить так же дело в том что через тело проявлен свет да и поэтому если вы не видите тело то словно вы не можете созерцать Бога да вот а когда вы видите тело это является таким дверью такой раскрывается просто и все и вы сразу же оказываетесь в божественном пространстве сразу безусиленно а здесь даже как будто бы не нужно увидеть вот когда к дому подходим к вашему оно уже как бы такое ощущается то есть еще нет видимости вас как тело ну вот целомастерно у нас это еще есть но по факту так и происходит там знаешь что то есть народу сколько уже набралось из крыма только ну получается если дело в том что это ваше ментальное представление о том что есть зависимость самом деле нет зависимости потому что никакого мастера нет понятно вот как только вы осознаете это все зависимости естественно да устремленность приводит тело к этой двери откуда откуда льется свет и все а дальше просто вы либо можете либо готовы и можете принять пробуждение ну то есть принять этот опыт и осознать его своим осознать мою природу как свою либо можете либо еще пока не можете но опыт пробуждения глубочайшего дает совсем одинаково совершенно верно все все верно поэтому и говорится готовый приходит я готовый что это такое вот рыба на нерест идет когда есть там у нее что-то какие-то соображения по поводу того куда идти как идти есть просто вот гон понимаешь вот она идет и все и ничего ее не остановит ничего невозможно ее остановить потому что она созрела прийти она созрела прийти идти к тому месту и прийти к тому месту где она исчезнет это и есть устремление конечно конечно кажется что существует кто-то кто останавливает это движение да этот это в твоем уме представление о себе ложное и останавливает и словно создает вот это вот эти запруды понимаешь то есть создают вот эту неготовность или слабое устремление да или не возникшие в полной мере устремление к высшему не созрей не созревание то есть плод еще зеленый созревает настрадаться этого этого сколько хочешь да вот осознавание того что страдание невозможно больше терпеть при ну как бы создают сдачу саму то есть проявляет вот это сдачу сдать да конечно 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 есть вот это обнаружение самой сдачи и есть созревание как без объектно-любектных отношений процесс вот как без говорящего и слушающего может дело в том что это твоя оценка то есть объектно-субъектное восприятие возникает только лишь в твоем уме то есть воспаленным уме который разделяет который оценивает который анализирует да только в нем возникает потому что на самом деле любое говорение происходит без объектно-субъектного восприятия прямо сейчас происходит именно так без объектного без объекта и субъекта потому что объектно-субъектное восприятие возникает только лишь в твоем думающим уме более того кто-то говорит ну вот как же так отдельность отдельность а ее нет никакой отдельности разделиться невозможно невозможно это невозможно просто в реальности а зачем нужны болезни болезни для того чтобы ты настрадался и пробудился наконец больше для чего еще да конечно конечно это то что кажется происходящим то есть то что тебя толкает к пробуждению то есть это провокации ума которые забирают твое внимание туда забрав в твое внимание в эту мысль ссору продолжается ум опять продолжает спать то есть продолжает приз пребывать в этом думающем состоянии состоянии воспаленности болезни сам да конечно то есть первоначальное состояние ума она свободно от кармы понимаешь то есть оно чистое недумающие то есть когда вот нет мыслей когда нет вот прямо как сейчас вы можете обнаруживать происходит говорение но при этом мысли нет никаких потому что разум просветленный ум разум вот он имеет такую природу природу без мыслия а мысль это имеет природу сна вот и все в реальности мысли не существует и. будет заканчивать суч. будет заканчивается в ипс. え. Благодарю сердцем всех. Благодарю. 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 Благодарю сердцу. Благодарю сердцу. Благодарю. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...